У природы нет плохой погоды, только коммунальные службы перестали бороться с ее сюрпризами. Нет снегопадов, но начался гололед. И если в состоянии городских дорог к концу зимы стало наконец радовать, то о пешеходных тротуарах и дворах многоэтажек такого не скажешь. Скользкие участки даже песком не посыпаны. В чем убедилась Людмила Чекал. Погода к концу зимы оказалась на руку коммунальным службам. Из-за частых оттепелей большая часть снега, которую весь сезон уборочная техника сгребала с проезжей части прямо на тротуары, растаяла сама собой. И коммунальщики настолько расслабились, что даже не посыпают песком пешеходные дорожки. А наступившая тем временем гололедица обещает затянуться как минимум до конца недели. Очень плохо ходить, скользко, и можно упасть, разбить себе чего-нибудь. Если посмотреть на наши дороги, то машина ездит в принципе нормально. И там безопаснее дороги, чем вот мы идем по тротуару, и мы уже раз пять чуть не упали и не поскользнули. Как это ни странно, но проезжая часть сейчас самое безопасное место для пешеходов. Здесь сухо и не скользко. А вот дворы и тротуары лишь кое-где чистят одинокие дворники. Если неделю назад подходить к подъездам было опасно из-за падающего с крыш снега, то сейчас из-за ледяных ухабов под ногами. Со дворов снежные сугробы никто не вывозил, и теперь они превратились в ледяные глыбы, растаять которым предстоит еще не скоро. Мы живем на юго-западе, там более-менее. Если сравнивать с центром, то в центре хуже. Сотрудники департамента городского хозяйства прокомментировать ситуацию времени не нашли. А вот главный травматолог республики Рафаэль Алмакаев отмечает, что за последние несколько дней количество травм, связанных с падениями на тротуарах, увеличилось. Чаще всего в травмпункты обращаются пожилые люди и дети. И если гололед не остановить, он обещает испортить всю статистику, согласно которой общее число травм в начале этого года было ниже, чем в прошлом. Людмила Чекал, Павел Талабаев. Наши новости.